Пример полностью автономной системы – океанский лайнер. На нем есть медпункт, комната неотложной помощи, есть обеденный зал, но нет кухни в каютах. Потому что делать кухню в каждой каюте лайнера нецелесообразно. Для этих целей есть специально оборудованные места. На лайнере также есть несколько медсестер. Чем занимаются медсёстры? Они накладывают повязки, зашивают разрез после операции. Я не вижу причин, почему в будущем этого не смогут делать автоматические системы. На борт лайнера можно было бы пригласить врача из любого уголка земли в качестве виртуального изображения для интерпретации результатов анализов. Врач смог бы изучить состояние пациента без непосредственного присутствия на лайнере. Это совершенно иной подход. Вот почему я использую термин «полностью автономная система». Каждое здание вырабатывает собственную электроэнергию, удовлетворяет все потребности человека и даже выращивает и готовит еду. Например, сегодня в ресторанах быстрого питания работают 15 поваров, официанты и прочий персонал. В будущем готовить еду можно будет методом экструзии, что очень быстро и совершенно не требует участия людей. Не будут нужны ни официанты, ни повара. Нам нужна пища, приготовленная так же, как ее готовят люди, но гораздо быстрее. Не забывайте, что врачу требуется время, чтобы поставить диагноз. Нужно изучить данные, чтобы заключить, в чем может быть проблема. Сканирование автоматической системы гораздо быстрее. Я не могу сказать, как будут выглядеть больницы или города в будущем. Однако мы знаем, что кровати будут очень похожи на сегодняшние, но они станут более функциональными. В них будут, например, встроены датчики. И в случае необходимости, кровать сможет оказать пациенту неотложную помощь. Или вызвать специалиста, причем так, что вы об этом даже не узнаете. Если у вас участилось сердцебиение или произошли другие необычные изменения, пока вы спите, приедут специалисты. Когда я говорю полностью автономная система, я имею в виду наличие средств для решения всех проблем, которые только могут возникнуть у людей. Значит ли это, что в домах не будет кухонной техники? Она будет. В переходный период. До тех пор, пока мы не осознаем, что вместо 5000 домов с 5000 раковин, 5000 плит и холодильников, гораздо эффективнее иметь гигантские холодильники и устройства для приготовления пищи. Вы понимаете? Все будет по-другому. Когда люди смотрят на мои эскизы городов, они представляют себе традиционные дома. Со спальней, кухней, столовой, чтобы можно было пригласить гостей на обед. Они смотрят на это через призму сегодняшней системы ценностей. Я бы сказал, что будущее движется именно в этом направлении. Система и их конструкция будут зависеть от того, насколько далеко мы заглядываем в будущее и насколько далеко ушел технический прогресс. Когда будет возможность просто считывать данные и ставить диагноз, когда компьютер сможет выполнять чертежи, заменив тысячи чертежников, компьютер может чертить гораздо быстрее человека. Он может выдать готовый чертеж, если вы введете необходимые данные. Например, если вам нужна больница, вместимостью тысячи человек, с самой экономичной структурой, со встроенными системами обогрева, кондиционирования, все это может храниться в информационных системах. Возможно, чертеж здания будет готов через несколько минут, хотя при ручной работе конструкторам потребовались бы часы. Потребовалось бы несколько конструкторов и гораздо больше площади для их работы. Возьмем, например, заводское помещение с передвижными стенами. Если потребуется определенный производственный процесс, скажем, для производства ста аэромобилей в день, то помещение можно будет изменить до необходимого размера. Передвижные стены можно перемещать в соответствии с производственными нуждами. Если через два года появятся машины лучше и быстрее старых, стены сдвинутся, и завод станет меньше, а производство быстрее. Все, что у вас есть сегодня, кухня, плита и так далее, будет уменьшаться в размерах. Эффективность приборов будет выше при меньших площадях. Когда спрашивают, сколько места нужно для больниц, мой ответ, если люди правильно питаются, делают физические упражнения, много больниц не потребуется. Я не могу точно сказать, сколько места будет занимать больничный комплекс, или какой техникой он будет оснащен. Я могу лишь сказать, что будущие устройства будут занимать значительно меньше места при той же производительности. Если вы хотите спроектировать город с сотней чертежных столов или с 30 машинами, то вы мыслите понятиями прошлого. Участок земли, который производит тот же объем, будет меньше, на нем будет работать меньше людей. Вместо того, чтобы задействовать врачей-универсалов, которые разбираются во множестве областей от нейрологии до физиологических недугов, гораздо проще иметь компьютер со всей этой информацией. Он не только просканирует вас и запишет в символьном виде ваше состояние, но и проанализирует его. Вместо врача состояние вашего здоровья будет очень быстро проанализировано машиной. Затем она примет наиболее подходящие меры, будь то операция или что-либо другое. Если мы разработаем хирургическую систему, опираясь на сегодняшние ценности и методы, то она не подойдет для будущего. Производительность города будущего будет в десятки раз выше, чем производительность города такого же размера сегодня. Поэтому я не могу дать точное описание того, каким будут больницы. Я могу дать лишь общее описание. Корабль — это полностью автономная система. Пассажирский лайнер на тысячу пассажиров оснащен медицинским оборудованием, кухнями, столовыми, спальными местами, системой кондиционирования, детскими комнатами и нянями. На нем есть все, что может понадобиться тысяче пассажиров. Любой корабль — это практически автономная система. Он не производит собственную электроэнергию. Вместо этого его дизельные моторы приводят в действие генераторы, производя необходимую электроэнергию. Но в будущем энергию в необходимом объеме будет вырабатывать сама поверхность корабля. Энергия волн и все окружение будут обеспечивать лайнер необходимой электроэнергией, не потребляя какого-либо топлива. Большинство зданий на этих эскизах могут быть размещены на внешней границе городов. Можно использовать те эскизы, что у нас есть сегодня, но пытаться наполнить здания тем, что внутри, я бы не стал вдаваться в такие подробности. Я мог бы рассказать о конкретных деталях, но они послужили бы лишь временным решением. Транспортные средства для перемещения людей зависят от технологий будущего. Они также зависят от того, насколько легко будет перемещать людей. В случае с полностью автономной системой, сама система обеспечивает собственные потребности. Она не зависит от внешнего источника энергии, но все такие системы подключены к центральному компьютеру и имеют доступ ко всей информации в других городах. Если в городе отказывает какой-либо механизм, другой механизм перенимает работу, уведомляя при этом соответствующих людей или же машины, подходящие для выполнения этой задачи. С меня сегодня сняли несколько кардиограмм. Эта информация поступит к кардиологу. Анализ крови также разделяется на несколько этапов. Люди смотрят в микроскоп и анализируют состав. Основываясь на том, что они видят, они делают выводы. Если данные записаны в виде символов, а не изображений, они делают выводы. Компьютеры могут делать те же самые выводы и даже намного больше. Был эксперимент, когда одну и ту же кровь отдали на анализ в разные лаборатории и получили разные заключения. Верно. Потому что их оборудование иногда отличается по чувствительности. К тому же на результаты анализов влияют время, температура и другие неконтролируемые факторы. А стремление к извлечению прибыли влияет на то, насколько у них старое или современное оборудование. Людей больше волнует, сколько у них заказчиков, сколько клиентов у них побывало. Задача будущего заключается в повышении производительности человека. А это совсем другой подход. Также в повышении производительности оборудования, его совершенствования. вся информация будет доступна без патентов, что позволит использовать в конструкторской работе самую последнюю информацию. Вы сможете общаться с людьми, которые лучше вас разбираются в какой-то области. Или переписываться с машинами, которые знают больше, чем вы. Не могу сказать точно. Зависит от того, когда начнется строительство. Субтитры создавал DimaTorzok